Друзья, приветствую! Сегодня мы в гостях компании «Склад24.ру». Ребята сделали просто очень крутой бизнес, который близок и к инвестированию, но и к бизнесу, конечно, тоже, на сдачу в аренду вот таких морских контейнеров. Целиком, частями. Сейчас вот они подробно расскажут, как вообще здесь делаются деньги и как на этом, может быть, вы тоже можете заработать, если решите повторить эту историю у себя. Я занимаюсь больше операционной деятельностью. Саша у нас мозг, он именно старается эти схемы прописать, их усовершенствовать. Леша у нас занимается трафиком, рекламой, как бы все, как получить клиенты, так и как не могут получить другие наши конкуренты. О том, что есть селстораж, у нас он в России появился совсем недавно, то есть там 10 лет назад где-то первые там начали зарождаться такие зародки этого бизнеса. Ну, селсовстораж, санитивальное хранение. И в США он возник в 50-х годах, когда там после войны освобождались военные базы и предприниматели начали занимать и сдавать их под небольшие склады. Ну, собственно, мы тоже сейчас стоим на одном из заброшенных военных баз в Москве. Мы начали с того, что, ну, вообще бизнес, с того, что первый месяц мы, ну, мы не сразу открыли площадку, а мы ездили по Москве, нарабатывали опыт, смотрели, искали площадку, денег у нас. Искали территорию с выгодным ценником. Да, обычно такие территории просто в свалки превращаются. Это частные территории или это муниципальные? Да, да, нет, это частные, то есть это, ну, владеют просто, да, и чаще всего эти люди там покупаются с того, чтобы в будущем перепродать там под строительство там или еще что-то. Кто-то просто управляет этими базами там. Мы ищем именно, ну, дешевые цены, то есть, либо территорию ту, которая никому не нужна, ее облагораживаем и там ставим. И человек и так ничего с нее не получает, а так будет получать хоть что-то. У нас ценник низкий, аренды, но мы для них выгодны, потому что мы, ну, чем дольше мы сидим, тем нам интереснее. И чем им интереснее? У них нет этих периодов простоя. И еще один из принципов тоже, ну, известный принцип деления. Да. То есть, ну, в принципе, изначально мы даже думали о такие варианты, как, там, взять большую территорию, да, как бы оптом, да, и сдать ее небольшими кусочками там. Собственники территории никогда этим заниматься не будут, потому что, ну, им неинтересно много мелких арендаторов. Это, ну, возня с ними, как бы. Им интереснее сдать одним большим куском, тем более нам это долгосрочно, как бы. Поэтому мы берем, грубо говоря, дешево кусок побольше, делим. И, соответственно, еще одну вещь, да, как бы, мы не просто землю сдаем, да, а мы, как бы, вместо строения сдаем контейнеры. Кто арендует? То есть, кто ваши клиенты, кому вы их сдаете? Клиентов зависит, на самом деле, от площади, которую снимают. То есть, допустим, 40-фтовый контейнер, 30 квадратных метров, снимает, как правило, небольшой бизнес. То есть, там, как склад для небольшого интернет-магазина. Там, иногда у нас, кстати, мы еще бытовки сдаем под мини-офис, там, да, для кладовщика. И, соответственно, часто бывает, что берут бытовку и контейнер рядом, делают небольшой интернет-магазин. Ну, либо это собственники, вот, допустим, трехкомнатную квартиру, налегко поместить 40-фтовый контейнер. Ну, то есть, даже иногда... 40-фтовый контейнер, да? Да, да, да. Сколько? 12 метров, да? 12 метров в длину, да. 30 квадратных метров, да. Да, 76 квадратных метров. Иногда даже, там, если мебели поменьше, можно и в 20-фтовый, это половинка, вот, от 40-фтового. А сколько вот у вас стоит, если арендовать целиком его? Ну, какая примерная цена, допустим, на месяц, вот, целиком? Ну, она колеблется от территории, да? Да, в среднем 15 тысяч рублей у нас стоит аренда в месяц. Целиковые, да? Да. Ну, вот. А когда вы их разрезаете, вот так вот, делите на кусочки, тут сколько их? 80? Вот здесь, да, 80, и, соответственно, в среднем цена на них 4 тысячи. Ну, то есть... 8 на 4, 32 тысячи приносит. Да, да, да. То есть это еще один принцип деления, то есть мы сначала как бы берем большую территорию, делим ее как бы, ставим, ну, ставим контейнеры. Землю поделили, распределили, потом контейнеры. Да, да, а потом еще и контейнеры, то есть и, мало того, на масштабе, да, благодаря тому, что у нас много территорий сейчас уже, и мы раньше просто теряли часть спроса, ну, мы не можем таргетировать, допустим, рекламу так, чтобы вычленять только тех, кому нужно, там, 15-30 метров. И в какой-то момент мы поняли, что мы теряем клиентов, там, вот тут на небольшие, да, и поэтому мы еще добавили, как бы, спроса. Ну, и, честно говоря, просто под такой небольшой объем нет услуги, так, чтобы ты мог подъехать, прямо из багажника выложить. Да, да, допустим, но есть иногда в зданиях, ну, на газели, допустим, не заедешь, а сюда бывает на газелях что-нибудь тяжелое привозят, там, да, у нас как-то несколько тонн туда загрузили в такую ячейку. А вот маленькие ячейки большим спросом пользоваться, или скорее это так? Другая ниша клиентов просто, она не относится к большим контейнерам, это физлица, которая своей, там, сезонной вещи хранит. Такой, больше физлица арендуют. Да, ну, это малый бизнес тоже хранит, архив какой-нибудь ввести, или что-то из офиса, чтобы офис не захламлять. А вот у нас все занято. У нас 4 типа контейнеров, один из них, вообще, наверное, самый популярный в мире, это 42-й контейнер, ну, это фура, фура, которая ездит по дороге, то есть он 12 метров в длину, 2,5 метров в ширину, ну, и площадь у него примерно 30 метров квадратных. Вот, они бывают, там, разных типов, ну, мы стараемся брать самые высокие, чтобы туда в любом случае любой, там, шкаф в лес по высоте. Ну, соответственно, вот такие контейнеры мы сдаем по 15 тысяч рублей. Когда начинали, они стоили 60 тысяч рублей. Ну, сейчас, как бы, да, на терминалах, вот, конкретно сейчас, на период их дефицит, да, они, там, они стоят 160 тысяч рублей. Ну, вот, но мы, скажем так, у нас, цена, выше которой мы не берем, это 100 тысяч. То есть 100 тысяч – это максимальная стоимость контейнера, с которой мы покупаем вот такой контейнер. Мы не платим аренду под контейнер выше, чем 3 тысячи рублей. 15 мы получаем, 3, соответственно, мы платим за землю, ну, то есть у нас валовая прибыль получается 12. Какие еще могут быть расходы, в принципе, да, ну, электричество, ну, это небольшие, там, расходы, соответственно, там, одна лампочка много не нажет. Значит, стоимость клиента, ну, это зависит от того, какая схема, ну, мы тратим много на рекламу, да, у нас, ну, тысяча рублей иногда больше. То есть на каждый контейнер приходится этой, прям, ежемесячно. В нашем случае есть еще, там, офис, да, с зарплатами, со всем остальным. Я бы, всем, кто вот как бы будет начинать, я бы рекомендовал, учитывать такие вещи, что вы в первом месяце можете не сдать. То есть у вас идет расход аренды, у вас, если вы взяли этот кредит, идет расход, ну, как минимум процента по кредиту. И, соответственно, вы тратите рекламу. То есть, ну, вот как быстро вы его сдадите, от этого зависит, как быстро вы выйдете на этот план. Но это нужно учитывать. То есть если вы три месяца его не сдали, он простоял пустым, то нужно, соответственно, вот с этих 12 вычесть еще расходы тех трех месяцев. Дальше у нас есть следующий контейнер, это половинка от 40-фотового. Мы его сдаем по 10-900, ну, по 11 тысяч рублей в среднем. Раньше, опять же, на них цена там была, их можно было купить за 45 тысяч, когда начинали. Сейчас цена его 90, 100, 110. Ну, честно, на них цены тоже варьируются, но их как бы больше на рынке. В принципе, они и сдаются, получается, пересчетить на метр дороже, но и стоимость у них тоже выше. Возьмем 11 тысяч рублей аренды, на которую мы получаем, с него, соответственно, арендам поднимем полторы тысячи. Здесь валуя получается там 9500, да? Дальше идет следующее, это 10 футов, это половинка от 20-фотового. Соответственно, ну, арендам все пополам, в общем, деть. Ну, он стоит здесь уже 7 тысяч примерно аренды с него. Стоимость его где-то около 60 тысяч рублей. И арендам поднимем, ну, где-то 800 рублей будем пополам, просто разделим. Ну, вот, соответственно, здесь получается 6200, да, если валуя прибыль. Есть трехтонники, но мы их не покупаем, потому что они все старые же дорожные, поэтому мы переделываем сами. Мы берем 40-фотовый контейнер и делим его на 8 частей. Стоимость его, будем считать так, 100, сам контейнер, где-то еще 150, его переделка. Ну, там зависит от того, насколько качественно будет делать, 150, ну, 200 лучше докладывать там. Лучше всегда, кстати, докладывать больше цифры, если получится дешевле, отлично. Если сдаются все ячейки, то с него от 32 тысячи площадь. А не проще, когда купить 3 таких, ну, если он нам 300 тысяч обходится, может, нам 3 целых купить и не делить его? Не проще, потому что он выкупится за 2 года. Ну, в зависимости от того, сколько там кредит будет на него, да, и расходы по аренде под ним останутся те же. Ага. В данном случае, то есть, соотношение стоимости квадратного метра. Какое? Ну, то есть, в текущем, может быть, это и проще. Но, если смотреть на перспективу, это, мало того, это более стабильная схема. Здесь у тебя клиент съехал, особенно если контейнеров мало. То есть, в чем минус, да, вот, больших? Клиент съехал, все, он пустой, ты теряешь сразу 15. Здесь такого, чтобы клиент съехал, невозможно, никогда 8 не съедут. Ну, съедут двое, трое, ну, это новые заедут, ну, это нормально. Здесь небольшая текучка. Но, то есть, как бы, чем более мелкие дробления, тем более стабильный бизнес. Ну, и, соответственно, там, аренда под ним те же деньги стоит. То есть, получается, там, ну, в идеале 29 тысяч малого прибыли. Ну, надо учитывать, что, конечно, здесь 32 не будет. Потому что здесь будет в лучшем случае 30. Потому что здесь одна постоянно будет съезжать, заезжать, какой-то будет простой. Здесь у вас большая площадка или сколько здесь стоит контейнеров? Нет, здесь у нас небольшая площадка, здесь у нас около 50 контейнеров. А большие сколько? Большие больше 150. А всего сколько площадок? Всего 18 площадок, да. И у нас больше тысячи контейнеров там сейчас. А сколько хотите набрать? Ну, у нас вообще, мы хотим сделать 10 тысяч. 10? Ну, у нас в Москве здесь такая емкость, как бы хватит? Ну, Москва плюс ближайшаяся под Москвой, где-то на МКАДе, то есть, там, больше уже территорий. Функционально это каждая семья в Москве, потому что у всех есть балконы и всем надо их освободить. Ну, потому что, ну, здесь цена аренды дешевле, чем аренда квартиры, допустим, да, или ипотека там, ну, намного. Ну, да, та же самая площадь, допустим, вот ты хранишь там шины, там, сноуборд, ну, велосипед, еще что-то, это все занимает площадь в квартире, которая значительно дороже. Ты, получается, сам у себя, как бы, эту площадь отнимаешь в свободное пространство, а здесь она, ну, получается, там, в минимум в два раза, да, дешевле, и ты, если находится недалеко площадка, да, ну, полно людей с различными автомобилями, которые могут приехать и взять то, что им нужно, какие-то зимние вещи там, ну, то есть, вот маленькие ячейки как раз для этого. Ну, тут еще важно, что у нас много территорий по всей Москве, клиенты ищут такие площадки только около своего дома. Они есть, живут на севере, на юг не по ерунду, поэтому у нас сейчас 18 территорий, и мы планируем, простите, и в количестве контейнеров, и в количестве территорий. Кто-то хочет к вам что-то положить, вот, как склад-24.ру, да? Ну, просто в Яндексе склад-24, там везде наш сайт. Там наши фотографии на сайте, сразу узнают нас. Какая вот последовательность, если кто-то захочет в своем городе запустить такую историю, ну, какие шаги ему сделать надо? Есть в двух словах, как начать, как будто, ну, грубо говоря, в своем городе. В первую очередь, как говорится, нужно взять то, с чего начинает Леша, это протестировать эту нишу. Ну, да, начать тестировать это, ну, для начала, если небольшой город, то достаточно сайта объявлений, там, в крупном городе, это контекстная реклама и так далее. Ну, и другие платные источники, вот, при наличении трафика. Соответственно, после того, как пошли первые звонки, уже можно действовать и искать территорию. Заброшенные какие-то места, а для контейнеров это все подходит, потому что ты просто снял землю и привез контейнеры. Не нужно там фундамент под них специально делать, то есть они у нас ставятся просто вот на шпалах. Ну, для того, чтобы зимой снег, уровень снега не закрывал доступ в контейнер. Ну, и для того, чтобы вентилировались снизу. Когда у тебя есть клиенты, ты понимаешь, что стоимость клиента для тебя интересна, как бы по той цене, которую ты предлагаешь, ты начинаешь искать промзону, куда поставить. Ты объезжаешь территорию в том районе, в котором ты рекламировал приблизительно, потому что если ты рекламировал на севере, а ищешь промзону на юге, не факт, что у тебя там будут клиенты. И ты договариваешься с собственниками о той цене, которую ты хотел бы платить за эту землю. Ты находишь одного собственника, второго, третьего, как бы пытаешься их опустить, чтобы это был наиболее дешевый вариант. Если, как бы, собственники готовы с тобой работать, ты выбираешь, ты покупаешь такой контейнер, находишь на специализированных сайтах, которых тоже много, привозишь, ставишь его и заселяешь клиентов, которые Леша нам всех подготовил. У нас, мне кажется, боль просто среди наших предпринимателей русских, да, ну и как-то ленимся вот считать финансы, да, уделять этому внимание, ну, потому что это муторно, нудно и так далее. И когда мы начинаем, нужно сначала сесть все и посчитать, сколько это будет стоить, сколько планируешь, окупаемость, там, если это кредитные деньги, какой процент вообще выгодно, это невыгодно. И это должно быть не из головы, а, грубо говоря, когда ты от Леши получил информацию, сколько будет стоить примерно клиент, и вообще, есть ли там они, и как быстро это еще будет заполняться. Потом, соответственно, нужно получить данные по, там, по аренде земли, по стоимости контейнеров и так далее, это все должно быть не из головы, а вот когда реально обзвонил, когда тебе готовы продать по этой цене, эти цифры и закладывать. Могут быть стартеки, когда ты сейчас, там, ну, может быть, сейчас будешь получать очень мало, да, но пройдет там 2-3 года, ты выкупишь, допустим, там, контейнеры. Я еще желаю, что в других городах те, кто будет этим заниматься, они выкупали землю, потому что я думаю, что там это возможно, то есть, да, то есть, и в этом случае там будут совершенно уже, ну, совершенно другие цифры. Еще желательно в голове, там, прибыль, которая у тебя будет поделиться по баллам, если она, если при всем при этом, это все равно тебя устраивает, после этого начинать. Какой у вас был возраст, когда вы начинали эту всю историю? Сколько кому из вас было? Ну, вот мы начали 4 года назад, я, мне было 20 лет, я учился как раз в универе, в университете на третьем курсе. Доучились или брось? Доучился, закончил, я закончил МБИ в этом году. Да, ну, мы были чуть постарше, ну, в общем-то, мы вместе росли втроем. Мы с Лешей братья, двойняшки, да, Темка наш брат, брат тоже, так сказать, по духу, мы росли все вместе. Мы старше Артема, нам было 26 лет. У Артема был такой задор, как бы, он со своего возраста, да, ему казалось, что все можно сделать, вообще просто иди и делай, просто вот все работает прекрасно. Мы, допустим, учились там в МГУ 6 лет, магистратура, там нас научили больше думать, больше. Когда ты именно уже отучился столько лет, ты уже больше там думаешь, больше заморачиваешься, как-то начинаешь. На самом деле, на первом этапе нужно просто делать, 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 делать. И просто, а потом уже анализировать, что у тебя получается уже, и тогда уже делаешь выводы. Просто сначала сразу куча, кажется, столько сложностей, да ну, это вообще не пойдет все время, любая тема. Когда ты много думаешь, много изучаешь, много учишься, у этого всего есть обратная сторона, наступает некий паралич действий. Тебе хочется, у тебя постоянно потребность изучать, 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 узнавать новое. Поэтому обязательно объединяйтесь с теми, кто больше действует, да, кто быстро делает. Ну и в данной нише мы, в принципе, подумали, а чем мы рискуем. Мы берем контейнер, вначале мы брали только 40 футов и 20 футов. Мы их не красили, мы ничего с ними не делали, проводили только свет. Сверлили одну дырочку, которую можно спокойно заделать. Соответственно, они полностью ликвидны, но не пойдет, мы их обратно на терминал, там спокойно нас забирают. И сейчас у нас летом спрашивают, не хотите ли вы продать, потому что, ну, летом высокий спрос, да, и терминалам интересно был. Но мы, конечно же, только покупаем, ни одного контейнера мы еще не продавали. Да, расскажите, что это за крутая тачка и что вы с ней делаете, как вы на ней зарабатываете. Это наш еще один проект. Мы с Лешей в июне этого года съездили в Дубай, познакомились с прокатчиком элитных автомобилей. Он из Казани оказался парень, 3 года живет в Дубае, у него огромный автопарк спорткаров. Он говорит, езжу каждый день на какой хочу, как бы уже устал от них. Ну да, мы сняли, соответственно, Мерседес СЛС, АМГ, что он сильный. И пукифовали. Ну, объехали там. Самое главное было, чтобы двери открывались вверх. И кто смотрел Кремниевую долину сериал, тот поймет, о чем речь. Приехал в Москву, мы думаем, хотим такую же себе здесь, чтобы могли ездить, получать удовольствие и за нее не платить. Посвещались с ребятами. Как обычно, Леша начал искать клиентов на нее, чтобы сдавать в аренду эту машину, которую мы еще не купили. Нашел клиентов. Да, где-то после семи уже таких желающих, которые говорили, ну, я готов уже даже оставить какой-то депозит, я готов ждать. Я говорил, что, типа, она сейчас катается, ну, у меня такая легенда была. Ну, некоторые говорили, что я готов проплатить, чтобы точно на какие-то дни зарезервировать. Я говорю, нет, пока нет. Ну, в общем, тогда решили, что нужно уже срочно брать. Это вообще мотивирует брать машину, когда тебя так спрашивают. Покажите, как у нее дверки. Открой машину. Ух, я не влезу. Садится очень мягко. О, какая машина. Я, конечно, к большим привык, к джипам, но это тоже не все. Светлый мой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok